В Сургутском районе выясняют причину пожара на месторождении. Накануне вечером на газовой компрессорной станции вспыхнул машинный зал. Отмечу, ЧП произошло в 30 километрах от Коголыма. Спасатели прибыли на место спустя 6 минут с момента сообщения о пожаре. По информации окружного управления МЧС, к этому времени огонь охватил весь машинный зал. Наблюдалось факельное горение. Тушили пламя больше 50 человек. Справиться с огнем им удалось через 5,5 часов. Один человек пострадал. На месте происшествия работают дознаватели. В Югре все ледовые переправы введены в эксплуатацию. В этом году дорожники оборудовали 60 ледовых переправ и 53 зимних дороги. Все вместе это почти 2500 километров. Толщина льда в разных районах Югры варьируется от 46 до 85 сантиметров. Грузоподъемность тоже везде разная. Она зависит от прочности льда. Некоторые могут выдержать до 30 тонн, другие до 5. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки, прежде чем заехать на переправу. Выезжать на лед необходимо медленно, без толчков и торможений, при этом отстегнув ремни безопасности. Кроме того, при плохой погоде дорожники и МЧС рекомендуют отказаться от поездки. В Сургуте за порядком на ледовых городках теперь следят видеокамеры. В режиме онлайн картинка поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу, где специалисты детально рассматривают происходящее на улице. Такие меры помогут обеспечить дополнительную безопасность горожан в праздничные дни, уверены специалисты. Кстати, экран, на который транслируется изображение, установили еще летом. Он позволяет с 12-кратным увеличением передавать картинку. Например, можно рассмотреть не только цвет и марку автомобиля, но и госномер лица водителя и пассажиров. К слову, в следующем году в Сургуте установят еще полсотни камер наружного наблюдения с функцией распознавания лиц. Конечно, операторам намного проще смотреть, наблюдать, делать выводы и реагировать на какие-то происшествия городские с камер, когда есть вот такое оборудование. Сейчас, я думаю, все в этом убедились. Поэтому мы в этом году, на новогодние праздники, решили это оборудование использовать как раз для обеспечения безопасности зон массового прививания людей. Мы говорим как раз о наших новых ледовых городках. Выделен дополнительный сотрудник из числа операторов ЕДДС, который будет конкретно работать именно с этими видеонаблюдениями, с этими 8 городками. Ежечасно будет он отслеживать в режиме онлайн по видео все возможные правонарушения, на его взгляд. Ну, естественно, это сразу будет незамедлительно передаваться в органы внутренних дел. 219 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. В Сургуте заболели 36 человек, в Нягоне – 32, в Мегионе – 24, в Нижневартовске и Коголыми – по 21. Заболевшие есть еще в 13 городах и районах округа. На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 28 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Под наблюдением в Югре находятся более 13 тысяч человек. За сутки на коронавирус обследовали 981 человека. Коэффициент распространения инфекции – 0,99. По информации Депздрава, 114 пациентов в тяжелом состоянии, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 534 человека. За сутки излечились 325 югорчан. Больше 62 тысяч детей в Югре приняли участие в оздоровительной кампании в этом году. Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха юных югорчан. Оздоровлением детей занимались свыше 400 организаций. Из-за пандемии большинство событий проходило онлайн. Кроме того, в ходе кампании детям вручали продуктовые наборы. Их получили больше 60 тысяч человек. В общей сложности на организацию отдыха из окружной казны потратили почти 280 миллионов рублей. Добавлю, занимались также и трудоустройством подростков. Больше 7 тысяч юношей и девушек работали курьерами, уборщиками производственных и служебных помещений, рабочими по благоустройству общественных территорий. В 2020 году 156 югорчан получили удостоверение и нагрудный знак почетной донора России. По закону этим званием отмечают добровольцев, которые безвозмездно сдали кровь 40 и более раз. Либо плазму 60 и более раз. По данным прошлого года, в округе проживает почти 6,5 тысяч почетных доноров. Станция переливания крови работает и в эти праздничные дни. Сейчас необходимо сделать запас крови и ее компонентов на все новогодние каникулы. В Сургуте, Нижневартовске и Нефтьюганске медики подготовили для доноров новогодние локации. Участники акции смогут сделать памятные фотографии и получить сувениры от службы крови. Отмечу, все желающие сдать кровь должны предварительно позвонить в регистратуру и записаться на предложенное время. Уютный сквер и лыжероллерная трасса. Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов проинспектировал благоустройство общественных пространств в Лангипасе. В ходе рабочего визита он посетил сквер семьи. Его начали возводить этим летом. Закончить строительство планируют в следующем году. Отмечу, что эта территория была отобрана для благоустройства самими лангипасцами. Работы проводятся в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды. Объект финансируется из бюджетов трех уровней – федерального, окружного и городского. Также проверили и благоустройство лыжероллерной трассы. Ее строят в несколько периодов. В этом году установлена детская игровая площадка. В следующем на спортивной трассе появится веревочный парк. В развитии комфортной городской среды вы идете впереди. Впереди, считаю, первое, то, что вы делаете за счет бюджета, и используете эти национальные и федеральные проекты, потому что часть средств идет из федерального бюджета, часть средств идет из окружного бюджета, и какая-то часть доля из муниципального бюджета. Надо воспользоваться, надо пользоваться этим, и как можно больше таких зон создавать. В Покачах благоустроит озеро Молодежное. Глава города презентовал проект «Теплого берега» заместителю губернатора Югры Вадиму Шувалову. Планируется, что вокруг водоема площадью почти 2,5 гектара построят набережную с гриль-зоной. На детской площадке можно будет заняться археологическими раскопками. В песок зароют бутафорские скелеты мамонтов и динозавров. Кроме того, по проекту на берегу появится арт-объект «Великий бубен». Общая стоимость благоустройства 65 миллионов рублей. Больше половины средства федерального гранта. Так жители Покачей смогут прогуляться по «Теплому берегу» уже в следующем году. Курсы экстренной помощи детям для родителей, музыкальная группа для особенных людей, бесплатные продукты для нуждающихся. Сразу 10 нефтеюганских проектов победили в конкурсе на грант губернатора. Общество старожилов планирует закупить палки для занятий скандинавской ходьбой, нефтеюганец Евгений Тимкин установить виллопарковки по всему городу. Всего на реализацию 10 проектов округ выделил 1,3 млн рублей. Реализовать проекты нужно в течение 12 месяцев. Каждую инициативу будет курировать помощник. Это же конкурс впервые проводился. И там такое интересное было голосование. То есть учитывали, во-первых, и экспертное мнение, которое распределяли свой там виртуальный капитал. И еще учитывали активность горожан в отношении этих проектов, насколько город поддержал своими комментариями, голосованием, лайками. Будет окружной куратор, который будет помогать грамотно реализовывать этот проект, чтобы все было поэтапно, чтобы правильно расходование сметы было, чтобы была правильная грамотная отчетность. Губернатор Югры Наталья Комарова будет представлять Россию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Конгресс является консультативным органом и следит за выборами и состоянием местной и региональной демократии в странах Совета Европы. Пристальное внимание также уделяется территориальной автономии для национальных меньшинств, вопросам устойчивого развития миграции, культуры и образования, социальной сплоченности и финансовому обеспечению местных органов власти. Отмечу, в прошлом году глава региона уже входила в состав делегации в качестве представителя России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В Урае продолжается акция «Елка желаний». Ее участниками стали воспитанники Урайского реабилитационного центра для несовершеннолетних. Дети хотели побывать на катке Урай-арены. Самым маленьким нет и пяти лет. На помощь начинающим пришли активисты хоккейной команды «Шершни». Спортсмены взяли шефство над теми, кто на коньках впервые. Юные урайцы смогут провести активные новогодние каникулы. Глава города в качестве подарка преподнес им абонементы на посещение крытого катка, бассейна и лыжной базы. Я умею кататься на роликах. И мне всегда говорили, что ролики и коньки – это одно и то же. Но я не верила, потому что коньки – это лед, а ролики – там твердая поверхность. Почти одинаково. Но когда я вообще шла сейчас на коньках, мы еще не выходили на лед. И было страшно, и я чуть ли не падала. Четыре югорских биатлониста получили вызов в национальную команду. Накануне в Ижевске и в Чайковском завершились два этапа Кубка России и чемпионат страны по биатлону. Эти старты стали отбором в национальную команду на январские забеги Кубков мира и IBU. Наши спортсмены за три соревновательных дня завоевали пять медалей. Два золота в копилке у Семена Сучилова, серебро у Вадима Филимонова и две бронзы у Елизаветы Каплиной. По результатам турнира на Кубке мира выступит вартовчанка Екатерина Носкова. Пятые и шестой этапы пройдут в Оберхофе в январе. А на европейской арене цвета российского флага будут защищать трое югорчан Семен Сучилов, Никита Поршнев и Елизавета Каплина.